Тухлая селёдка Тухлая селёдка относится к числу наиболее злонамеренных полемических приёмов. Под этим термином подразумевается некое заявление, не имеющее отношения к дискуссии, а нередко и к реальности, но настолько радикальное, что полностью поглощает внимание участников дискуссии вне зависимости от истинности или ложности самого заявления. Причём происходит это не столько на рациональном, сколько на эмоциональном уровне, и потому эффективность тухлой селёдки зависит от степени интенсивности чувств, которые возбуждают вбрасываемое заявление. Страха, восторга, брезгливости, умиления, возмущения и тому подобное. Ну, например, почему вы приводите недостоверные данные? Вам тут легко в тепле рассуждать, а на улице котёнок мерзнет. Впрочем, руководители большинства постсоветских стран общаются с прессой именно в таком стиле. Происхождение самой идиомы «тухлая селёдка» относится к временам, когда в британских колониях при ловле беглых рабов или каторжников использовали гонщик собак. Готовясь к побегу, арестанты делали запасы солёной рыбы из своего пайка, давая ей возможность как следует провоняться, а после разбрасывали её по пути своего следования. Резкий запах «тухлой селёдки» отвлекал псов от погони, и те некоторое время не могли восстановить нюх и взять след. В XIX веке традиционным подходом к выучке гонщик стало использование подкопчённой сельди пряного посола, называемой «red herring» – «красная селёдка». И с тех пор эта ошибка чаще встречается в англоязычной литературе под таким названием. «Наиболее эффективной разновидностью тухлой селёдки являются безапелляционные и безосновательные обвинения в осквернении святынь, посягательстве на устои общества, пренебрежение общепринятыми ценностями, нарушение общепринятых принципов в чём-либо, что способно вызвать всеобщее бурное возмущение. Ученикам Иисуса постоянно приходилось иметь дело с подобными обвинениями, как с имеющими реальные основания «ты ходил к людям необрезанным и ел с ними» – Деяние 11.3, так и с голословными. Первомученик Стефан был оклеветан, что не перестаёт говорить хульные слова на святое место и закон Деяния 6.13. Павел и Сила были биты палками за то, что якобы проповедуют обычаи, которые нам, римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять» – Деяние 16.21. В конце концов, Павел едва избежал растерзания разъярённой толпой, которую возмущали осийские иудеи, крича «Мужи израильские, помогите, этот человек всех повсюду учит против народа и закона и места сего». Притом и эллинов вёл в храм и осквернил святое место в сие. Деяние 21.28. Тухлая селёдка не перестаёт быть одним из наиболее грязных и в то же время наиболее распространённых методов борьбы недобросовестных политиков за электоральные симпатии. Так называемые информационные вбросы характерны для политических баталий в странах, где свобода слова опережает верховенство права, и представители олигархических средств массовой информации не беспокоятся об ответственности сосказанной. Так, в самый разгар парламентской кампании 1999 года в Российской Федерации, когда по сути решался вопрос перезагрузки государственной системы, один из центральных телеканалов, показал в прайм-тайм впечатляющий сюжет о том, как гомосексуалисты на предстоящих выборах единодушно поддерживают фактического лидера демократически настроенных сил, открыто противостоящего созданию в стране авторитарного режима. В итоге консервативно настроенное большинство населения, ранее симпатизировавшее демократическим преобразованием, утратило доверие к этому кандидату. На выборах в Думу его партия до этого одна из наиболее популярных набрала не более 6% голосов избирателей, примерно столько же набрал он сам на последующих вскоре президентских выборах. 20 лет спустя, во время президентской кампании Украины, самый рейтинговый телеканал подобным же образом заявил, что один из кандидатов в далеком прошлом якобы убил собственного брата с целью завладеть его бизнесом. И хотя на предыдущих выборах этот политик сходу завоевал более 50% голосования при участии в гонке свыше 20 кандидатов. В результате этого и целого ряда других подобных вбросов, систематически демонизировавших его образ, на этот раз он набрал всего лишь около 16% в первом туре и 25% во втором. И это при том, что за 5 лет между выборами радикальных изменений электората не произошло. Голосовали, по сути, те же самые люди. Кандидат тоже особо не изменился, так что данный результат является исключительно заслугой формирования соответствующей информационной среды. Эти примеры показывают, насколько эффективны грязные методы политической пропаганды. Приходится, к сожалению, признать, что большинство консервативного электората не особо обременено навыками критического мышления. Не задаваясь вопросом об источниках информации и степенью достоверности, не задумываясь о том, кто заинтересован в ее распространении и насколько корректно она подается, люди слепо верят сообщениям средств массовой информации как минимум по принципу «нет дыма без огня». А в сегодняшнем информационном поле порой не так-то просто найти хотя бы искру достоверных фактов среди клубов заказного дыма. Писание учит нас вере, но ничуть не наивному легковерию. Апостол призывает учеников-фессалоников «Все испытывайте хорошего». Держитесь, фессалоникийцам 5.21. Деописатель воздает хвалу жителям верии, которые, казаясь людьми более открытыми, чем фессалоникийцы, они с большим интересом приняли сказанное Папу. В чем же выражались эти интересы и открытость? Они каждый день исследовали Писание, чтобы проверить, соответствует ли услышанное ими истине. Деяние, 17 глава, 11 стих. В этом пример для нас. Будем критически относиться к услышанному, все испытывая на соответствие истине, вне зависимости, услышали ли мы это с церковной кафедрой, или неизбежно зависимых с массовой информацией, или от какого-либо частного поста в интернете. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова